Продолжение следует... ...в эту дату 3 июля, день ГАИ. Мы поздравляем нашего гостя. А у нас в гостях... А у нас в гостях старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИВДД Управления МВД России по городу Новосибирску, капитан полиции Варновска Анна Владимировна. Доброе утро и с праздником! Добрый день, дорогие радиослушатели, ведущие. Да, спасибо за поздравления. В прошлом году у нас в городе открылось два специализированных класса юных инспекторов движения, правильно? Да, все правильно. Вот. Что особенного в этой программе? Что они успели за целый год, так скажем? Раза два к нам на экскурсию прийти точно, да? Чем особенным они занимаются? Ну, на самом деле, классы открывались и ранее, но только мы уже сделали два выпуска. И в 2017-2018 учебном году мы опять открыли два класса. Ну, это уже разные образовательные учреждения. Школа 56 Ленинского района и школа 76 Октябрьского района. Это ученики пятого класса. Ну, они уже закончили пятый класс. Дети, которые с активной, сознательной, жизненной позицией, которые патриоты изучают правила дорожного движения и эти знания несут в массы. У них больше уроков, чем у других? Какие-то специальные... У них уроки все те же самые предусмотрены школьной программой, но есть факультативные занятия, которые по правилам дорожного движения, по фигурному вождению велосипеда и занятия пропагандистской направленности. Что означает занятие пропагандистской направленности? Кто их ведет? Что вы там делаете? За классом закреплены, конечно же, тьютеры, которые с детьми проводят факультативные занятия. И когда ребенок готов провести какую-то акцию с пешеходом, с водителем, с пассажиром, не только ребенок, а группа детей, когда они готовы, подготовили памятки, они настроили себя, приготовили речь. Внятно, четко говорить, с улыбкой, донося знания в позитивной форме участникам дорожного движения, мы с сотрудниками ГИБДД ДПС выходим на улицы дороги нашего города и ведем такую работу. Вместе с детьми? Вместе с детьми. Ну, мы не только на улицах. Дети выходят в школы, которые расположены рядом, проводят занятия профилактические с детьми, в детском саду ставят театрализованные постановки. Ну, все, что касается правил дорожного движения и акцентирования внимания на их соблюдении. Это вот то, что происходит на уроках пропаганды, то есть вы готовите какие-то с ними вместе проекты, каждый должен в чем-то поучаствовать за год. И потом мы эти проекты реализуем. Здорово. Они сами придумывают тему. Как-то можете пример чего-нибудь провести? Что ж. Ребята могут сами придумывать тему, а бывает тему мы им подсказываем. Например, у нас случается беда, да, например, мы видим, что на дорогах страдает большое количество велосипедистов, попадает под колеса транспортных средств. Тогда мы говорим, ребят, окей, давайте проведем что-нибудь с велосипедистами. И мы выходим, например, в центральный парк, в березовую рощу, там, где достаточно много детей катаются на велосипедах. Организовываем мероприятия, дарим детям памятки, учим правильно кататься на велосипеде, обязательно говорим о том, что должно быть какое-то обмундирование и так далее и тому подобное. Например, мы видим, что есть проблемы с пассажирским транспортом. Тогда мы взяли рисунки и разместили их в пассажирском транспорте, который дети сами нарисовали. Мы проехались на нескольких маршрутах нашего города на строллейбусах и с пассажирами провели профилактическую работу. Таких примеров очень много, но в среднем где-то один класс проводит 2-3 акции в месяц. Ну, я как дочь-учитель, я знаю, что просто так в школе нельзя заниматься, чем ты хочешь. Вот захотел проект детьми, сделал и сделал. Все равно программа, это же целый год, правильно? Программа прописывается. Кто занимается созданием вот этой программы? Я вам больше скажу, программа прописана до 9 класса. То есть прежде чем открыть специализированные классы вновь, мы программу утвердили с департаментом образования мэрии города Новосибирска. Все программы прошли утверждение. Вы это работники отдела пропаганды, да? Вообще писала программы администрация школы, люди, которые были в этом заинтересованы. Они с нами согласовали, где-то у нас были возражения, мы подкорректировали, и потом отдали высшестоящие органы в департамент образования мэрии города Новосибирска и, конечно же, начальнику управления ГИБДД Новосибирской области. Когда все вопросы были сняты, мы открылись. И вот по итогам первого года осталось еще, да? Ну, сколько-то? Ну, до 9 класса, сейчас мы не перешли в 6, еще 3 года. Что можете сказать по итогам первого года? Какую-то, может быть, статистику оптимистичную или не очень? Много ли детей поняли, что так, я придумал, это не мое? Нет, никто не передумал. Наоборот, есть желающие присоединиться. Но, к сожалению, ресурс... Поздняк, не так, извините. Ну, у нас один класс 32 человека, другой 29. Конечно, очень большая нагрузка будет и на преподавателя, и работа будет не такой уже эффективной. Был какой-то специальный отбор в эти классы? Пропаганда среди родителей, да. Потому что не каждый родитель готов отдать своего ребенка, который с 9 до 6 будет, с 9 до обеда еще учиться, а потом еще после обеда заниматься какой-то культурно-массовой работой. Конечно, у кого-то есть и музыка, и пение, и кружки, и все это необходимо совмещать. Родители, которые понимали, что их ребенок не выдержит этой нагрузки, конечно же, они не подавали свое заявление на зачисление в этот класс. Но уже по прошествии года более младшие классы пригляделись, ведь это не только мероприятие, которое мы организуем в школе. Задача еще сотрудников ГИБДД детям организовать такую экскурсионную программу, чтобы они видели, что в жизни происходит, и что они могут увидеть, будучи учащимися специализированного класса. Те же самые на экскурсии на радио 54, на телеканал ОТС, чтобы дети видели, как все это изнутри происходит, как мы работаем. Экскурсии в полк ДПС, в конный взвод, ну такая профориентация. А вдруг по итогам окончания школы кто-то все-таки поступит в ряды, но я не говорю, что сотрудников ГИБДД, но просто захочет стать полицейским. Ну, к чему возвращаются? Сейчас родители более младших классов присматриваются к этим классам, и есть уже заявки. В следующем году еще один пятый класс открыть. Да, да, да. Но я думаю, что в следующем году не успеем, но через год, через год мы... Чтобы не ждать, да, когда выпустятся эти, если мы открываем, будет какое-то управление. Да, ведь у нас был ранее опыт школы номер один железнодорожного района, центрального округа. Мы открывали первый в России специализированный класс, это было давно, и мы уже сделали два выпуска, два выпуска, но, к сожалению, дальше у нас не пошло. Давайте прервемся на рекламу, а после узнаем, что стало с теми ребятами, которые выпустились когда-то. Мы продолжаем разговор. Я напомню, что у нас в студии старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новосибирску, капитан полиции Варновска Анна Владимировна. В прошлом году в Новосибирске открылось два специализированных класса юных инспекторов движения. Уже прошел целый год, и ребята уже из пятого класса перешли в шестой специализированный класс. И есть планы, возможно, через год еще открыть один такой. Анна Владимировна обещала с нами поделиться, что стало с теми выпускниками, которые уже закончили программу такого специализированного класса. Что-нибудь о ком-нибудь известно? Дети успешно поступили в высшее учебное заведение, но мы выпустили их после девятого класса, они перешли в десятый, одиннадцатый. Там уже не было возможности вот эту вот нашу программу дальше продолжать, потому что ЕГЭ, ОГЭ, все это носит свои отпечатки. Те, кто закончил одиннадцатый класс, благополучно поступили в высшее учебное учреждение и учатся в институтах. Но никто не связал свою жизнь с полицией. Те ребята, которые хотели связать, к сожалению, у них были ограничения по здоровью. А мы понимаем, что мы сотрудники полиции, и мы должны быть... Суперменами. Да, суперменами. Что-то я хотела спросить еще, я забыла. Но, между прочим, мы не один класс собираемся открыть через год. Это, как минимум, будет 3-4 класса. А, вот, о будущем. Те, которые учатся сейчас. Если найдутся те дети, которые все-таки за 10-11 класс не забудут о своих целях, да, и захотят продолжать эту работу в будущем и поступать. То, что они учились вот в таком специализированном классе. Какие-то будут у них льготы за счет этого, перспективы какие-то, какая-то помощь от вас. То есть, сразу там на второй курс? Ну, нет, конечно, мы согласны законодательству, но ребята, которые поступают в наши профильные, например, Омскую школу милиции, естественно, собираются характеристики, где человек, вся его подноготная указывается. Естественно, мы, как вы с автоинспекцией, дадим самые весные характеристики и целевое направление. Целевое направление, чтобы человек уже знал, куда идет. Ну, это практически равняется поступлению уже. А мы еще ни одного такого не дали, поэтому... То есть, не было еще опыта, да? Да, не было. Ну, все впереди, наверное. Говорили об экскурсиях, а есть какой-то еще более конкретный пример о том, как дети погружаются в профессию именно связанную с МВД, с органами, кроме экскурсии? Может быть, им удавалось что-то прям знакомиться с какими-то обязанностями, что-то пробовать делать такое? Пострелять. Пощупать жизнь. Есть у нас... Ну, не то, чтобы пощупать жизнь, есть у нас учебный центр, где поступающие на службу в полицию студенты, слушатели проходят первоначально профессиональную подготовку, где вот нас как раз учат бегать, прыгать, стрелять. Такой учебный центр находится на улице Дмитрия Донского, и, естественно, мы туда возили детей на экскурсию, и там тренажеры, стрельбы из пистолета, да, дети пробовали. Естественно, пистолет Макарова им в руки не дается, но лазерный пистолет, где они... Да, лазерный пистолет. Лазерный пистолет тоже опасный. Я вот в фильме «Гости из будущего» смотрел, там лазерный, знаете, какой... Я шучу, я шучу. Но у нас же сотрудники полиции, они контролируют ситуацию. Поэтому дети стреляли, дети изучали боевые приемы борьбы. Ого! Да, ну, еще кросс мы не сдавали. Летние мероприятия, вот сейчас будут какие-то что-то вроде практики, там, не знаю? Летом продолжать работать? Да мы бы рады, сотрудники ГИБДД рады любой помощи, и в мороз, и в дождь, и в снег, но, к счастью, наверное, без детей они разъехались на каникулы. Что касается самого праздника сегодняшнего, как-то он будет особо отмечен? Может быть, опять цветы будут дарить, допустим, женщинам за рулем, или... Ну, это сегодня праздник госавтоинспектов. Ну, да, ну, да. Сегодня мы принимаем поздравления. А, то есть все должны купить цветы. Это ты садишься в такси и ледишь их во всем полкан. Нет, цветов дарить, конечно же, нам не надо. Сегодня достойные сотрудники ГИБДД будут награждены благодарственными письмами на торжественное мероприятие. Ну, и самый главный подарок, это чтобы не нарушали, да, люди? Чтобы им был мир во всем мире, да, и все соблюдали правила дорожного движения. Ну, и коротко еще у нас остается буквально минутка о том, в общем, информация для тех, кто решит таки поступать в школу милиции, что нужно знать, какие экзамены сдавать, что, какой бэк у тебя должен быть, чтобы тебя приняли? Нужно быть достаточно выносливым, чтобы поступающий мог абитуриент сдать кросс, отжимания, подтягивания, очень серьезная физическая подготовка. К сожалению, старшеклассники этим страдают. История, общество, ведение. Русский математик. Сколько баллов должно быть, не скажете сейчас? Нет, нет, я не скажу, потому что я ни разу не поступала в школу милиции. На самом деле у меня педагогическое высшее образование и высшее юридическое. Ну, так тоже можно, оказывается, попасть в органы, как мы видим. Да, можно и так. Можно журналистом быть и тогда идти непосредственно в пропаганду. Вариантов много, главное заинтересоваться. Понятно, Саша, без работы не останешься. Спасибо. Это еще не все, как всех наших гостей. Просим Анну Владимировну рассказать короткую, забавную историю из жизни. Ну, у меня достаточно редкая фамилия, Варновская, Анна Владимировна. Звучит красиво, но вот есть у меня один нюанс такой в жизни, достаточно смешной. Рядом со мной по соседству живет моя почти однофамилица. У нас разница фамилии в одну букву. И тоже ее зовут Анна Владимировна, у нас один год рождения. И почему-то всегда нас путают. И все эти антидоразумения, которые происходят в жизни у моей однофамилицы, все их приписывают мне, например, квитанции на оплату каких-то членских взносов садового общества, квартплаты и так далее, тому подобное, приходят мне. Штрафы. Но штрафа еще ни одного не было, да. Вот у нас не участки в одном садовом обществе, вот это вот, да, членские взносы мне приписывают. Постоянно приходится с этим разбираться. Но вот я ни разу не видела Анну Владимировну в жизни. Что же у нас такого похожего? Главное, чтобы ей ваши премии не отсылали, понимаете. Да, да, да. Я про нее многое знаю, но еще не видела. Спасибо большое. Старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новосибирску, капитан полиции Варновска Анна Владимировна была у нас в гостях. Спасибо большое. Еще раз с праздником. Спасибо. 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 Спасибо.